Красивой вольной паре любви и единомыслення, гармонии и душевного равновесия. Находитесь всегда в полёте и поддерживайте друг друга крылом. Товарищ Оптимус Правим, он же старец Фура, Ярославский Фаби. Мы не произносим его имени. Это древнее чудовище, которого мы, пауки, боимся больше всего на свете. Но ты видел его? Дементоры будут стоять у всех входов в школу. Хотя меня заверили, что их присутствие никак не отразится на нашей жизни, запомните, дементоры притягивают ваши тайные страхи. Их не проведёшь фокусами или хитростью. Хм, посмотрим-ка, пункт седьмой, раздел Д. Так, значит, О, очень просто. Тут надо всего-навсего взять камель С и вставить его вниз дубы, а потом уже... Кыш, моего носа, букашка! Меня испатала бесконечная погоня! Гномов ценят незавыносливость, а за скорость мы не заменимы на коротких бросках. Вы родились не от человека. Вы дитя Луны. Посмотрите на своё левое плечо и увидите знак, подтверждающий это. Ваш настоящий отец велел нам открыть врата по всему свету, чтобы вы могли вернуться. Нам не нужны неприятности смерти. Фонсхелл, хотя бы сделай вид, что слышишь меня. Ты всего пять дней назад попрощался с женой. Как-то один философ задался вопросом. Мы люди, потому что мы смотрим на звёзды? Или мы смотрим на звёзды, потому что мы люди? Бессмыслица, право же. Ты и Сэмюэл Джеймс Уит-Уики, потомок Арчибальда Уит-Уики? Они знают твоё имя. Да. Меня зовут Оптимус Прайм. Мы автономные роботы-организмы с планеты Кибертрон. Это должно быть очень больно. И, кстати, о стрелах. Ты сегодня уже читала, что написал Уэйлер в Нью-Йорк Таймс? Он считает, что я переворщил с кульминацией. Вы возглавляете величайшую тайную организацию и хотите доверить судьбу человечества кучке ненормальников? Я снова свободен и могу покорить мир, как уже было однажды. А я вижу страстную молодую женщину, которая уже не раз доказала, что она особо королевских коровей. А я их на своём веку повидал немало. Значит, ты сын сэра Роланда. Я... Нет, я его внук. Хорошо, юноша, садись в лодку. Это плохая новость для всех нас. Он не просто классный мужик. Он ещё и последний производитель мотоциклов в стране. Что случится с Корли Моторс, если он умрёт? В Тридевятом царстве, в некотором государстве, жили-были людоед и прекрасная принцесса. Однажды они повстречались и полюбили друг друга. Двадцать лет я нёс людям свет и боролся с тьмой. День за днём я трудился, спасая заблудшие души. Всё для тебя, Господи! Так почему? Почему ты оставил меня? Я твой император. Уриэль Септим. По велению богов служу я Тамриэлю и правлю им. И ты, как гражданин Тамриэля, послужишь своей стране. Своим путём. Целый день одноложная тревога за другой. Проклятые вороны устроили гнёзда прямо посреди рельсов. В этом шуме невозможно сосредоточиться. Фримен! Фримен, тебе всё равно нечем заняться. Сходи и посмотри, что на этот раз с шахтой. Глупец! Фримен, возьми их в плен. Это ценные заложники. Не стану! Я дал слово! Ты даёшь его слишком часто. Сначала принц Андриэс, теперь эти. И вот призрак смерти вновь витает над миром, собирая под свои знамёна новых героев, готовых решить судьбу этого мира. Рыцари тьмы, повелители рун смерти и разрушения, слуги короля Лича, ваш час робил. Сын мой. В день, когда ты родился, сами леса Лордерона прошептали это имя. Артас. Ну, добро. Надо это всё как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части. Ты со своей. Годится? Пора проверить твои навыки ближнего боя. Всем остальным покинуть зону. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи! Я уже там. Поспеши. Поспеши. Мы теряем время. Всему своё время. Это неизбежно. Я пронзил ткань времени, но в будущем взрел лишь задавение. Но остаётся искра надежды. Её жизнь будет в твоих руках. Я понимаю, что у меня рука не поднимется на тебя, но знай, ты самое моё большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Атлас! Ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Первое августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. СВР выходит из тени. Шпионы сообщают о себе, агент Лук? Я теперь спартанец. Я знаю, кто ты. Ты был агентом, когда вызвался меня уничтожить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова